Привет! Мы на лучшем техническом канале, канале компании «АвтоСтронг-М». Помните, что 100000 запчастей ждут вас с доставкой и гарантией. Заходите на наши сайты, соцсети, а также пишите в мессенджеры. Ну и естественно звоните. Ну что, пройдемся по японцам. Сегодня мы вам приготовили что-то маленькое, но весьма серьезное. Итак, встречаем Nissan CG10. К крохотному автомобилю крохотный двигатель, а именно 1-литровый. Этот двигатель относится к семейству CG. Помимо этого двигателя, в это семейство входит двигатель объемом 1,3. При своем объеме этот двигатель сделан очень серьезно. У него алюминиевый блок, 4 цилиндра, 16 клапанов и 2 цепи ГРМ. Этот двигатель был создан для установки на Nissan Micro, а также его восточного клона Marge 2, которые выпускались с 1993 по 2003 год. В 2000 году была небольшая модернизация, и поэтому двигатель стал развивать не 54, а 60 лошадиных сил. То есть увеличили степень сжатия, и система зажигания установилась с индивидуальными катушками. Двигатель весьма надежный, но поломки все же случаются. В основном это из-за того, что им уже больше 20 лет, из-за несвоевременного и некачественного обслуживания. Есть у двигателя и неприятная особенность. Это не заводится в мороз. Обычно это происходит даже при около нулевых температурах. Самым действенным в этом случае является отключение бензонасоса перед запуском двигателя. Делается это просто. Берем предохранитель и достаем из блока предохранителей, который доступен и находится в салоне. И, о чудо, двигатель заводится. Затем мы вставляем предохранитель обратно и поехали. Но самые умные добавляют выключатель в цепь бензонасоса. Еще один способ оживления данного мотора – это чистка регулятора холостого хода. Бывает, что он подклинивает, либо же не открывается в момент запуска. Он очень просто чистится подходящим средством. Также есть информация, что при проблемном запуске двигателя в мороз ЭБУ сильно ограничивает подачу воздуха при запуске. Тем самым цилиндры наполняются топливом и двигателю буквально нечем дышать. Для устранения такой проблемы в цепь датчика антифриза ставят обманку, дополнительное сопротивление, которое завышает температуру двигателя. Также существует оригинальный кабель Nissan с резистором 25 кОм, который легко подключается между датчиком антифриза и ЭБУ. С такой обманкой ЭБУ перестает чересчур богатить топливную смесь, и этот моторчик без проблем заводится. И еще одна причина, по которой двигатель может не заводиться в мороз, это забитый катализатор, к тому же в котором может за ночь замерзнуть влага и он наглухо забьется. Двигатель CG10 может также не заводиться и в теплую погоду. Если он не заводится в теплую погоду, то виной может быть бензонасос из-за его забитой сеточки. Также виной могут быть форсунки. Ну а в паре с автоматом он может не заводиться из-за селектора автоматической коробки переключения передач, потому что в режиме паркинг селектор не сообщает ЭБУ, что он в паркинге. Так как двигатели уже старенькие, то они естественно страдают течью масла. Течь масла может быть по клапанной крышке, по сальникам свечных колодцев, по датчику давления масла, а также по крышке ГРМ. Теорию мы закончили, приступаем к практике. Андрей! Генератор на двигателе CG10DE служит неплохо, но со временем при больших пробегах может понадобиться замена подшипников. Форсунки могут засоряться и плохо распылять топливо. Мы получаем стандартные симптомы. Троение плохо тянет и также двигатель может заглохнуть на холостых оборотах. Более точно на проблемы с форсунками указывает повышенный расход топлива. Ну а если форсунка и вовсе перестала впрыскивать топливо, то двигатель работает на трех цилиндрах во всем диапазоне оборотов. Вычислить неисправную форсунку можно поочередно, доставая катушки зажигания. При снятии катушки с цилиндра с неисправной форсункой работа двигателя никак не изменится. Дроссельная заслонка представляет собой большой блок с регулятором холостого хода, термоклапаном и датчиком расхода воздуха. При чистке заслонки надо быть очень аккуратным с датчиком расхода воздуха, потому что струя очистителя может порвать его нить. Чистка заслонки, естественно, нужна, когда обороты плавают. Также стоит заметить, что привод заслонки здесь тросовый и здесь много механических регулировок. Ну и естественно, не зная, лучше сюда вообще не лазить. Надежность помпы тоже довольно средняя. При неисправности она начинает шуметь и течь антифризом. Два распредвала, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы отсутствуют. В клапанной крышке находится маслоотделитель системы вентиляции картерных газов. Вот ее клапан. То есть, если этот клапан забивается, то двигатель начинает есть масло. Двигатель CG10DE не оснащен гидрокомпенсаторами и нуждается в проверке зазоров клапанов и в случае нужды регулировки. Дело в том, что если случаются какие-то проблемы с двигателем, то про зазоры просто забывают, а если зазоры ушли, то двигатель начинает плохо тянуть. И это видно при нагрузках, например, при разгоне. При регулировке зазоров клапанов нужно подбирать толкатели-стаканчики. Их производитель предусмотрел аж 50 размеров. По состоянию распредвалов у нас все хорошо, а вот такого провисания цепи быть не должно. Цепи ГРМ на двигателе CG10DE – это слабое место, особенно длинная цепь. Цепи растягиваются, начинают громыхать, появляются проблемы с газораспределением, ну и соответственно двигатель теряет мощности. Цепь на нашем моторе сильно растянута, что видно по крайнему положению натяжителя. И бывает, что при сильном изгибе она просто обламывает вот этот башмак. Ну что, снимем голову этому мотору? При больших пробегах на двигателе CG10 дубеют маслосъемные колпачки. Из-за этого начинается расход масла на угар. Из-за этого осевшее, прогоревшее масло на клапанах ухудшает теплопроводность. Из-за этого клапаны могут прогореть, а ГБЦ даже треснуть. У нас здесь трещин нет, но потливость в первом и четвертом цилиндре настораживает. Здесь на ГБЦ установлен термостат. Дело в том, что на этом моторе он является расходником. Из-за него двигатель может не догреваться, либо же перегреваться. Практика показывает, что лучше менять, естественно, термостат на оригинальный. Он хотя бы проходит пару лет. Блок алюминиевый. В него помещены чугунные гильзы. Рубашка охлаждения здесь открытая. Ход здесь слабенький. По аналогии с ГБЦ мы видим потливость на донышках поршней в первом и четвертом цилиндрах. Коленвал здесь упирается вот в такую раму. Она, кстати, алюминиевая. И все это надо для того, чтобы конструкция была достаточно жесткой. Здесь же находятся коренные вкладыши. Состояние, мягко говоря, нас не порадовало. Особенно состояние вкладыша третьей опоры коленвала. Оно прям чувствуется. Ну, то есть чувствуются задиры. И также видны побежалости на коренных шейках коленвала. На первый взгляд с поршнями у нас все в порядке, но при детальном рассмотрении мы видим, что маслосъемные кольца закоксованы и залегли. Подгоревшее масло, закоксованное масло, а также немного живого масла забило расширители маслосъемных колец. Ну и как ни странно, по шатунным вкладышам у нас вообще никаких вопросов нет. Разборка закончена. И сегодня мы разобрали маленький, старенький, в некоторых вопросах хлопотный мотор и рассказали о всех его нюансах. Если вы хотите знать о моторах, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наш сайт, заходите в наши соцсети и помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».